Вы знаете, я один из старых корреспондентов из Франции в Киеве, я уже 8 лет в Украине живу, и я много людей знаю, и что меня очень поразило это количество людей, которые я уже давно знаю, которые пошли на войну. Я это уже знал, когда война на Донбасс начиналась, но сейчас есть очень большие людей, которые решили что-то сделать для страны, либо уронтером, либо просто воевать, и это меня очень-очень трогает, потому что это близкие люди, знакомые в Киеве и в других местах, и просто это видеть на таком масштабе, это меня очень-очень поразило. И во второй, что меня очень, не знаю, не поразило, но не было очень-очень грустно, это что я видел в Буче, город, который я довольно знаю. Я никогда не думал, что что-то такого может происходить в Киеве. Я думаю, что мы сейчас видим историю в Киеве, как историю из прошлого века. Мы еще не понимаем, что Буча означает для истории. Может быть через пять лет, через лет десять, понимаем, что это была лучшая городянка, все эти города. И я чувствую себя в среде истории, в городе, где я живу уже восемь лет. И это что-то очень ценное для меня. Сначала я был в Киеве, а позже я начал ездить по регионам. То-то я был в Одессе, в Миколаеве, в Вознесенске, в Миколаеве, в Харкове и на Донбассе. Честно говоря, что это очень тяжело мне сказать, что не я пришел в России, но хотя бы в разу у меня больше людей, потому что больше людей, которые просто, даже те, кто из-за оружия в руках, защищают Украину, но те, кто без оружия в руках, умеют выйти на войну против российских войсков. Это в тех местах, которые значимы окупации. Я думаю, что для российских войсков это шок, что вообще кто-то может выйти против них, потому что они держат в руках автоматы и говорят им, что здесь Украина – это не ваше место. Первая главная вещь – это то, насколько украинский народ, украинская влада, украинское войско появилось на самом деле настолько тяжело для того, чтобы давать оперу такой преважающей силе агрессоров. Я думаю, это удивило, на самом деле, приятно, что это очень много. За какой-то персональной эксперт, это мы с коллегой буквально нещодавно ездили на святой территории Киевщины, в частности, под Гостомель, село под Ородянкою. Конечно, я до этого видел миллионы репортажей про то, что там было, но все равно, как каждый человек знает, когда ты своими очами это видишь, это, конечно, шокирует. Даже людей, которые были очень известны, которые бывали на войне в 2014 году, все равно руйнование и историю, они вражают. Действительно. Вы знаете, очень много чего ужасного, которое можно было вспоминать, но я хочу сказать, что мне поразил этот мем, который появился после того, как утонули Москву. И этот вот «How it started», и человек, который показывает палец кораблю, и этот «How it's going», и корабль, который тонет. Это как бы символизирует этот вот, как по-русски «Витсич», который Украина дала этим нападениям со стороны России. Я думаю, что даже самые оптимистические люди не думали, что украинские войска и вообще украинское общество так хорошо справится с этим, и мы можем только надеяться, что такие будут идти дальше. Мне больше вразило звирство, которое совершили россиян, потому что все понимают, что такое война. Это всегда убийства военных, это много смертей, но когда я увидела то, что происходило в Куче, я лично была на экзумации по неделю. И вот после того, что я увидела там, честно, два дня, это станет, мне не хочется жить. Ты не можешь восстановиться от этого, ты пытаешься обтраковать, а во всеми ничего не приходит. И эти злочини, их не можно убедить, их не можно убедить, их не можно убедить ничем. Так как бывают детей, женщины, летних людей, но это не про людей, это про какие-то свирства, которые за ныжею. Это для меня было страшнейшим, то, что я видел за два месяца войны.